Вы любите гречневую крупу? Тогда попробуйте приготовить гречку с грибами. Эти продукты создают прекрасное сочетание, а с дополнением в виде сливочного соуса гречневая крупа становится особенно нежной. В основе грибного соуса лежат шампиньоны, сливки и обжаренный лук. Я дополнила его морковью и томатной пастой, чтобы получить нежный красноватый оттенок, но классический белый соус тоже прекрасно сочетается с гречкой, а готовится он еще быстрее. Во время тушения соуса можно добавить к нему несколько лавровых листов, если вам нравится их аромат. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Вскипятите воду и немного ее подсолите. Как только вода закипела, забросьте туда промытую гречневую крупу и отварите ее до готовности, обычно гречневую крупу варят около 20 минут. Репчатый лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь тоже очистите и натрите на крупной терке, либо очень мелко нашинкумите. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте морковь с луком до мягкости и золотистого цвета. Затем туда же отправьте промытые и некрупно нарезанные шампиньоны, накройте сковороду и тушите содержимое на слабом огне. Теперь пришло время добавить в будущий соус сливки и томатную пасту, затем можно добавить соль и черный молотый перец по вкусу, туда же добавьте мелко нарубленную петрушку, тушите соус, пока сливки не выпарятся наполовину. С гречневой крупы слейте воду и выложите ее на тарелке. 100 грамм крупы хватает на 2 порции, сверху на крупу вылейте соус, по вкусу добавьте к блюду свежие овощи, чтобы гречка пропиталась грибным соусом, перед едой блюдо нужно перемешать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Крупа гречневая 100 грамм, шампиньоны 150 грамм, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, сливки 200 миллилитров, томатная паста 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу, масло растительное 2 столовые ложки, количество порций 2. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите снова.